как заработать на рынке форекс сейчас я покажу разворотные точки прямо на графике чтобы вы знали где покупать где продавать и как заработать на этом рынке это если вы торгуете самостоятельно если вы хотите торговать торговым роботом то переходите по ссылке в описании на мой канал и там смотрите тестирование робота где он показывает неплохую доходность для клиентов а маркес я робота дают совершенно бесплатно давайте посмотрим евро по евро сейчас очень благоприятный на мой взгляд момент несмотря на глобальный восходящий тренд сейчас локально евро начинает снижаться но потому что доллар растет и он все валюты тянет вниз и австралию сейчас посмотрим фунт но смотрите видите евро пошел вниз чтобы на нем заработать нужно найти точку разворота это будет линия поддержки поскольку в тренде очень мало линии поддержки традиционных поэтому мы рассмотрим сетку фибоначчи вот на недельном графике я построил сейчас мы поближе посмотрим на на d1 вот смотрите первая линия поддержки это 23 6 уровень фибоначчи это в районе цены 107 33 отсюда можем поставить ордер на покупку и заработать на краткосрочном росте на отскоке от этой линии так что запаситесь терпением и в этом месте можете поставить отложенный ордер на покупку британский фунт такой же такой же ситуации находится смотрите пошла пошла видите сильная волна вниз и он как бы ступеньками идет посмотрите это прям очень я люблю первую ступеньку он пробил вернулся и зеркальная линия сопротивления отлично отработала здесь я продавал и зарабатывал на снижение следующая ступенька была пробита и цена не вернулась к ней то есть продавцы достаточно сильны и сейчас очередная ступенька пробита я считаю что все-таки продавцы подустали немножко и жду покупателей около линии сопротивления здесь будет отскок вниз и в районе цены 12493 можно будет продать и заработать на снижение также можно будет выставить 2 усредняющий ордер на ту случай цена еще выше пойдет от этой линии как раз таки 125 61 можно кстати и торговый робот мой здесь использовать для этого как раз таки измерить вот это расстояние это и будет расстоянием между соединяющими ордерами и здесь его включить давайте австралийский доллар посмотрим смотрите похожая картина также с первая ступенька была пробита цена вернулась отработала зеркальную линию потом вторую ступеньку также цена не вернулась к линии сопротивления и сейчас вот она болтается где-то внизу здесь ну просто ожидаем пока она вернется хоть какой-то линии сопротивления в данном случае вот к этой 067 20 и от нее будем продавать и зарабатывать на снижение это будет разворотная точка доллар канаде сдвижется смотрите в таких вот размашистом таком треугольнике прям сейчас уже откорректировался для не сопротивления немножко не дошла до нее но тем не менее я уже думаю что это уже может считать коррекции продавать тут уже поздно но если цена смотрите дойдет теперь вот до этого до этой зоны то есть это как если кто профилем рынка пользуется то я вся на обучение кстати показываю как им пользоваться то здесь он покажет как раз таки вот это вот зону покупок накопления позиции вот и отсюда можно будет купить и заработать на росте то есть в этом месте цена должна остановиться и пойдет вверх ну конечно она нам не должна но мы можем на это рассчитывать давайте дальше канадец франк кстати сейчас вот сильный доллар рекомендую воспользоваться кроссовыми парами потому что если вы не очень только начинаете торговать то в трендовых парам где доллар там лучше пока что не заходить можно кого это неплохо так пролететь вот а кроссовые пара не более так медленно движутся поэтому на них более комфортно и вот канадец франк смотрите вот здесь есть такая разворотная точка это на продажу в районе цены 0 66 71 сюда можно будет продать и заработать на снижение ну давайте еще одну кроссовую пару посмотрим также была пробита линия поддержки цена вернулась подтвердила вот здесь вот видите что зеркальная линия работает и сейчас вот наметился разворот если цена дойдет еще раз до этой линии это зеркальная линия сопротивления в районе цены примерно 087 49 отсюда можно будет продавать и зарабатывать на снижение вот такие сигналы я даю разворотные точки на которых мы зарабатываем вместе с моими учениками кстати есть вам интересно обучение на обучение подробно рассказывать как находить такие разворотные точки как их наиболее точно определять то приходите ко мне на обучение есть базовый курс а также есть профессиональный курс можете ознакомиться на моем канале по ссылке в описании также полный обзор разворотных точек у меня на канале по ссылке в описании там я несколько торговых инструментов еще рассматриваю всего обычно 10 но сейчас давайте посмотрим экономические события на которых можно заработать на этой неделе так что касается новостей значит на этой неделе конечно не будет таких новостей как на прошлое мы там вот кто подписан на мой telegram подписывайтесь кстати я там оповещаю важных новостях на прошлой неделе было что у нас там повышение процентной ставки банка англии там повысила ставка там сразу на 400 пунктов за одну минуту летела цена я у себя в канале об этом говорил но если вы конечно только начинаете торговать то лучше на коррекциях там было и хорошая коррекция показывал скриншот выкладывал как я зарабатывал лучше торгуйте на коррекциях а на этой неделе наверно таких важных прям новостей не будет направленных но чтобы наоборот не потерять деньги нужно учитывать новости поэтому давайте посмотрим что во вторник вот будет изменение числа заявок тоже в англии пока цифры не опубликованы полностью поэтому будем смотреть как появится ну соответственно если будет снижаться заявки по призраку сет положительную новость если количество заявок вырастет то есть плохая новость наоборот фунт может снизиться в 15-30 по канаде базовый индекс потребительских цен это инфляция тут лучше не заходить в рынок в среду вот будет новость интересная по ввп в японии она правда ночью будет но если вы живете в том часовом поезде это джемте плюс 3 если вам это удобное время то обратите внимание это будет повышение ввп если новость оправдается то пара доллар японская иена может опуститься вниз 12 штук индекс потребительских цен тоже лучше воздержаться от этой важной новости от торговли и в четверг будет изменение уровня занятости по австралии смотрите было 53 станет 25 если подтвердиться то есть снижение очень сильной занятости это плохая новость для австралии а сейчас мы смотрели на графике он сыпется вниз да если новость подтвердится он еще сильнее может вниз улететь так что вот эта новость очень интересная 15-30 заявки на безработицу на пособие по безработице тут снижение но тут прям небольшие цифры такие я бы просто не торговал в этот момент но пятницу тоже особых новостей нет все больше не отнимаю ваше драгоценное время желаю вам успешной торговой недели торгуйте с удовольствием всем пока